Здравствуйте, дорогие друзья! Буквально несколько шагов отделяют нас от великого дня Йом-Кипур. Дня, когда будет поставлена печать на, надеюсь, хороший приговор всему миру и на каждому из нас. В этот день мы каемся, мы говорим, что прости нас за это. Когда человек читает покаяние этого дня, он читает там, прости, что я, например, убил кого-то. Человек думает, я не убивал никого, но написано в наших книгах, что если человек кого-то оскорбил, так что тот побледнел, он убийца, он его убил в духовном мире. Человек говорит, я не вор, я не ломал банки. Но, если ты украл у Бога, ты такой же вор, как и еще может быть даже хуже. Например, у нас 24 часа в сутках, ну пусть мы спим 8 часов, и того у нас остается 16. Значит, получается, что 1,6 часа каждый день ты должен отдать Богу, почти 2 часа, самое меньшее. А вы делаете это? Если нет, ты вор. Но, тем не менее, в этот день, чем вообще отличают съемки Пуру? В этот день принес новые скрижали Маширабыны, новые скрижали, взамен старых. Это означает, что нам каждому есть надежда. Есть надежда о том, что Бог простит, потому что то, что нам было специально показано, те ужасы, как совершили люди тогда, золотой телес и так далее. И, тем не менее, Бог дал им новые скрижали. Нам надо понимать, что мы все связаны в один вот такой вот узел. Нельзя думать, что у меня будет хорошо, а там плохо. Мы все связаны. Короткую притчу расскажу. Однажды мышь заметила, что хозяин фермы поставил мышеловку. Она рассказала об этом курице, овце и корове, с которыми дружила. Но все они отвечали, мышеловка – это твои проблемы, к нам она никакого отношения не имеет. Чуть позже в мышеловку попала змея и укусила жену фермера. Пытаясь ее излечить, жене приготовили суп из курицы. Потом зарезали овцу, чтобы накормить всех, кто приехал навестить больную. И, наконец, закололи корову, чтобы достойно накормить гостей на похоронах. И все это время мышь наблюдала за всем этим через дырочку в стенке и думала о вещах, которые никому никакого отношения не имеют. Поэтому мораль здесь простая. Если вас что-то не касается напрямую, не думайте, что это не ударит вас по голове. Нам надо думать не только о себе, а обо всем мире, особенно в эти дни. Очень важно не только воздерживаться от плохих вещей, но и выполнять хорошее. Иначе нам будет сложно. Я всегда перед Йом-Кипуром рассказываю одну и ту же притчу, и сегодня ее тоже расскажу. Она приведена в книге Аватейну Сипруланову от имени Раби Акоина. Итак, великий Раф пришел в один город и увидел человека. Говорит, скажите, соблюдают вас в городе Тору, заповеди? Тут говорит, слава богу, нет убийц, нет разбойников. Все очень замечательно, все хорошо. Раф спрашивает, а как вот с другими? Благотворительность, милосердие, кашрут, суббота. Ну, смутился человек, говорит, ну, Раби, зачем обвинять? Достаточно того, что мы воздерживаемся от грехов. Понял Раф ситуацию и увидел, идет, думает. Вдруг видит дохлый осел, там, туча мух. Он, к моему ушами, говорит, иди, быстренько принеси черную ткань. Он принес, он завернул, и говорит, пойди по улицам города и объяви. Что найден умерший, и сейчас будут похороны. Великий Раф скажет большую речь. Собрались все люди города, спрашивают, что, что случилось, там, да, да. Ну, пришли люди, забрался он на камень и говорит. Братья мои, слушайте, вот сейчас перед нами, вот здесь вот в ткани находится покойный. Этот человек был совершенным образцом для всех. Он никогда не говорил пустых слов, не злословил, не лгал, не сплетничал. Все дни он соблюдал пост молчания. Все начали волноваться, как же такой великий Раф. И не только это сказал он. Умерший был из тех людей, которых обижают, и которые никогда никого не обижали. Они не отвечали, не отвечал на поношение. И от всех удовольствий мира уходил. Никогда не ел мяса, не пил вина, не спал в кровати. Удовлетворялся малым и был самым скромным. Но все начали еще больше плакать. Раби, кто это? Мы не знали, что такой великий праведник живет между нами. Раби сошел, снял это покрывало, и люди увидели, отпрянули назад, видят этот смрадный труп. Люди начали высказывать недовольство. Раф посмеялся над нами. И сказал, Раф, вовсе нет. Все достоинства, о которых я упомянул, были присущи этому животному при жизни. Он был скромным, много страдал, уберегал свой язык от злословия. Удовлетворялся малым, исполнял заповедь, удаляйся от зла. Но как был ослом, так и остался. Почему? Потому что не делал добра. Не учил Тору, не исполнял заповеди, не проявлял милосердия. Если мы всмотримся во все, вот исповедь, которую мы делаем, во всех деталях, мы добавляем. Отклонились мы в этот день, Йом-Кипура, отклонились мы от твоих добрых заповедей и установлений. Ибо недостаточно воздерживаться от греха, необходимо добавить исполнение заповедей. Надо подумать обо всем этом. Каждый год мы должны слышать эту притчу. И вот сейчас мы ее услышали, и теперь я уверен, что мы все подумаем и, несомненно, удостоимся доброго года, исполнения желаний и хорошей печати. Брахава Цлахам.